Наш доклад посвящен численному моделированию, влиянию неоднородной стеносферы на предистанционном зондировании и связанных с врачиевским вращением и, соответственно, набегом в паззл. На самом деле это связано с тем, что планируется проведение экспериментов МКС ГЛОНАСС и, собственно говоря, изначально мы пытаемся выполнить некие численные модели, связанные с прохождением движущегося спутника на 400 км и, соответственно, фиксацию, как я уже сказал, набега фазы. И, соответственно, парадийского вращения дальше. Значит, соответственно, в качестве моделей для проведения вот этих численных расчетов были использованы модели, ну просто-напросто для сравнения. Это параболическая, точнее говоря, модель однослойной ионосферы, то есть чисто модельная задача, модель двухслойной ионосферы без возмущений и, соответственно, вот если дальше, третья и четвертая модели. Это у нас, когда есть, соответственно, либо с повышенной крупномасштабной неоднородность над точкой наблюдения, либо с пониже электронной концентрации. Значит, в модели учитывалась, естественно, эта сферичность нашей Земли и далее мы провели ряд расчетов, связанных с тем, чтобы зафиксировать при лучевом распространении, при движении нашего спутника, как это будет наблюдаться. То есть, ну вот в данном случае указывается выбранная над точкой наблюдения концентрации, это, то есть, когда у нас есть однослойная, двухслойная и, соответственно, вот синенькая и красненькая, это когда с повышенной и пониженной концентрацией. Дальше. Значит, для расчета, то есть, методика вычисления, здесь приведены формулы для эффективной электрической проницаемости, значит, волновой вектор, координаты точки наблюдения, круговая частота, излучение, рабочая частота, групповое время, параметр Тау вдоль лучевой траектории. Ну и, соответственно, для расчета использовалась, в лучевых семействе использовалась эта расширенная бихарактеристическая система. Дальше. То есть, вот она здесь, дальше. Вот, собственно, это бихарактеристическая система, где имеется гометариан, зависящий от координат, соответственно, имеется выбранная электрическая концентрация. Ну и, собственно говоря, расчет заключался в том, чтобы выполнить интегрирование вдоль луча полу этой системы, соответственно, можно сказать, что, как бы, использовали мы систему математика для выполнения расчета всех этих параметров. Дальше. Значит, ну вот, как я уже говорил с точки зрения диагностики, то есть, вот здесь вот у нас точка наблюдения, и, соответственно, как я уже сказал, на высоте 400 километров движется аппарат, который излучает. Соответственно, здесь от 30 до 150 градусов мы рассчитывали вот соответствующие траектории, которые попадают на нашу точку наблюдения. Дальше. Значит, ну, в частности, если мы взглянем про зависимость группового времени t от координат выхода луча, то у нас имеется такая вот стандартная параболическая зависимость. В общем-то, для всех моделей она примерно одинаково получается. Значит, это можно пропустить, ряд таких предварительных расчетов дальше. Ну, вот, собственно говоря, если мы говорим про отклонение угла прицеливания от прямой, то в случае, когда у нас имеются неоднородности, у нас наши параболические такие зависимости, они разваливаются в случае пониженной и повышенной концентрации неоднородности. Ну, это были все-таки предварительные расчеты, связанные просто-напросто с прохождением, с расчетом луча, проходящего через нашу ионосферу и попадающего в точку наблюдения. Если мы хотим посмотреть и исследовать, оценить параметры набега фазы, то, соответственно, для расчета мы использовали, соответственно, форму для производной набега нашей фазы, которая в дальнейшем интегрируется. И, собственно говоря, дельта f рассчитывалась по соответствующей форме. То есть вот по данной форме. И вот на двух последующих слайдах у нас приводится зависимость скорости изменения фазы от высоты, рассчитанная на основание наших лучевых траекторий. И, соответственно, для различных лучей, то есть при прохождении мы получаем в том случае, если у нас одна слоевая модель, двухслоевая модель без возмущений. Ну и, соответственно, если у нас следующее, там появляются неоднородности, то они повторяют определенные вещи над нашей точкой. То есть вот там, где показывались лучи, они имели разный цвет. И вот, соответственно, для каждого луча... Я не знаю, куда-то быстро, как я. Совсем далеко. То есть вот для каждого луча они имели свой цвет. И, собственно говоря, здесь это дело отображается. То есть вот так как мы рассматриваем, что неоднородность у нас размещается над точкой наблюдения, то, собственно говоря, для указанных лучей мы и видим отклонение. Значит, таким образом... Рассчитав, собственно говоря, скорость набега фазы, мы можем посчитать и зависимость отклонения фазы от высоты. В случае, если вот у нас имеется однослойная модель ионосферы, то мы наблюдаем прямую линию, то есть, соответственно, связанную с набегом фазы. В случае, если у нас двухслойная, то имеется некое отклонение. И там, где у нас наблюдается повышенная и пониженная концентрация, то соответствующие сдвиги, вот на указанную там величину, они наблюдаются в расчете. Дальше. Ну, а там было у нас по Z, а это, соответственно, зависимость разности фаз от расстояния по горизонтали. То есть, вот точка наблюдения, соответственно, и здесь тоже у нас наблюдается порядка 25 радиан в случае повышенной и пониженной концентрации. Дальше. Значит, и оценки для фарадейского вращения плоскости поляризации радиоволны. То есть, здесь для расчетов мы использовали следующую форму. То есть, вот Δμ в данном случае это оценка для разницы между обыкновенной и необыкновенной волной. Соответственно, параметр O для его расчета использовалась вот такая вот форма. Ну, и если мы рассматриваем квази-изотрубную среду, то можно для расчета использовать вот такое вот приближенное выражение. Ну, и, собственно говоря, результат расчетов. Дальше. Они приведены на данных слайдах. В том случае, если у меня нет, точнее говоря, однослойная, невозмущенная аэросфера, то мы получаем следующий вид для разных лучей. В случае двухслойной у нас повторяется некое отображение для слоя N. Дальше. Ну, и в случае, если у нас имеется слоение, то мы видим здесь выбросы соответственно влево. Либо вот здесь вот у нас присутствуют лучи, которые как бы съедаются во внутреннюю область. Далее. Значит, опять же, зависимость угла парадейского вращения от группового времени представлена на данном слайде. То есть, вычисления нам показали, что в случае однослойной аэросферы мы имеем параболическое такое выражение. В случае двухслойной смещается несколько влево. Ну, и вот возмущения, то есть неоднородности в ионосфере, они следующим образом влияют. То есть, здесь вот отклонение получается порядка двух градусов. Ну, то есть, для тех параметров, которые были на мимо права. Далее. То есть, и то же самое, когда мы рассматриваем вне по партигалии, а, соответственно, в разрезе по горизонтали. То есть, точно так же у нас получается вот такого рода отклонение, порядка двух градусов для выбранного выражения. И получается следующее выражение. Значит, ну вот угол парадейского вращения у нас был получен, достигая 270 градусов на частоте 200 МГц, 60 градусов на частоте 430 МГц, 8 градусов на частоте 1200 МГц. То есть, это вот значение в координате х равном. Ну, и, соответственно, вот полученное значение, связанное с групповым временем. Вот то, что у нас получилось для различных частот, выбранных частот. Дальше. Ну, и в качестве заключения можно сказать, что на основе метода пехарактеристик были рассмотрены особенности влияния на сферы Земли на распространение высокочастотных радиоумп и диапазон. Ну, и сопоставлены соответствующие модели и получены величины набега фазы за счет влияния на сферы и угла фарадейского вращения. Ну, как я уже сказал, соответственно, все это определенные, предварительно численные расчеты для численных, то есть, для экспериментов в рамках МКС-ГЛОНАСС. То есть, и посмотрим, как бы, что будет наблюдаться в действительности и насколько вот выбранные модели, они соответствуют и не соответствуют природе явления. Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вот у вас, я так понял, последний слайд. На 1200 герц, да, получается всего максимум, то есть, 8 градусов вращения, да, всего? Почему? Потому что, когда считали, вот я не знаю, посмонусы, это, наверное, там 30 градусов получалось, и чуть-чуть порядка того, поэтому как-то... ну, вы, если дадите ссылочки, я просто посмотрю, просто как-то делится для расчета, то есть, чтобы с ним... нет, там я просто результат, я расчет не вникал, как-то... Я бы ссылочку дали, да, пожалуйста. Да, это всего 8 градусов, да, максимум получился. Да, вот это вот и наш расчет. Координата х, это что, на поверхности Земли или прямо на орбите? Где? Что же координата х, то она нулю? Нет, х, это у нас, соответственно, доля Земли. Это непосредственно... А, непосредственно, да. А 1400, соответственно... Да, вот, понятно. Ясно, спасибо большое. Спасибо.